Всем доброго дня! Время к обеду, как вы уже поняли. И на обед я приготовлю лососевую форель на кости или на хребте. Короче, с косточкой. К ней подам картофельное пюре с добавлением трюфельной пасты. Кстати, любит не каждый. Моя супруга не любит. Буду делать для нее отдельно. А я так балдею. Рагу из спаржи зеленой и белой. И жареной зеленой спаржи. Ну мы бросим жеребий, кому что достанется. И голландский соус. Как готовится соус я показывать не буду. Он у меня есть на канале. Ссылку я оставлю сверху или снизу под видео. А точнее и там и там, чтобы не ошибиться и долго не искать. Приступим. Так, ну моя лососевая форель выглядит вот так. Она очищена чешуи. И я обжаривать ее буду на коже. Без муки. Спаржа. Часть у меня уже отварена. Именно для рагу. Как готовится спаржа, я оставлю ссылку. Вы можете посмотреть. Теперь, касаемо картофельного пюре. Значит, я взял 1 килограмм картофеля. И на этот 1 килограмм картофеля я буду использовать 300 миллилитров жидкости. В моем случае это сливки. То есть, это 30% от картофеля. Вы можете сделать картофельное пюре на молоке. Или добавить просто 300 грамм сливочного масла. Это каждый решает для себя сам. Что ему туда добавить? Молоко, сливки или только одно сливочное масло? Касаемо трюфельной пасты. У меня просто была большая банка. Я ее рассортировал на небольшие пакетики и просто заморозил, чтобы она не испортилась. Но я видел, что в небольших баночках продается. Ну, назову конкретно. Я видел в магазине Lidl. Не в больших баночках. Стоило где-то 4,20 или 4,30 в евро. Так что там бывает. Можно купить. Или заказать в интернете. Трюфельную пасту купить без проблем. Так, картофель мой отварился. Я сливаю с него воду. Сливки я уже подогрел. Слегка присаливаю. Добавляю мускатный орех. Мускатного ореха много не нужно. Иначе он будет очень сильно доминировать. И через пресс-пюре пробиваю картофель. Вы можете это сделать дома обыкновенной толкушкой. Я ни в коем случае не измельчаю картофель для пюре в миксере. У вас просто-напросто получится клейстер. Мало ли кто захочет так сделать. Пюре перемешиваю. Пробую на вкус. Все отлично. Часть пюре отброшу в сторону. И добавлю немного трюфельной пасты. Грамм 5-6. Да, кто любит трюфели, кто его ел, тот знает, какой у меня сейчас в кастрюле великолепный аромат. Пюре у меня готово. Занимаюсь рыбой. Сковорода прогрелась. Я добавляю немного растительного масла. Рыбу я посолил за 15 минут до жарки. Предварительно обсушил поверхности бумажной салфеткой и обжариваю ее на стороне кожи. Во время жарки рыбы я не тереблю ее туда-сюда. Поставил в сковороду и обжариваю. Мало ли, если вы чувствуете, что рыба у вас прилипла, подержите ее немного в сковороде. И она сама по себе отлипнет. Ну, если у вас, конечно, не совсем конченная сковородка. Рыбу я обжарил с обеих сторон до хрустящей кожицы. В дальнейшем я ее буду запекать, то есть доводить до готовности в духовке. Вы видите, что у нее еще есть, так сказать, хорошо просматриваемое зерно. То есть рыба у меня еще внутри не готова. Поэтому я ее примерно при 120 градусах минут за 15 доведу до готовности, чтобы она у меня была сочная. Потому что лососевые готовятся очень быстро. Немного передержал, все, рыба сухая. А в это время я пока потихонечку приготовлю соус. Этого я показывать не буду. Это уже у меня есть на канале. Ссылка под видео. Так, ну, у меня все готово. И я начинаю обжаривать спаржу. Лосося я уже задвинул в духовку. Соус у меня готов. Стоит на водяной бане. Обжариваю спаржу на топленом масле. Можно обжарить на растительном, но не на сливочном. Сливочная эта температура не выдержит, она будет гореть. Спаржу можно жарить как белую, так и зеленую. Ну, и белую, само собой, тоже. Спаржу я только присаливаю. И с обратной стороны немного соли. Все, спаржа у меня готова. Я ее буквально на 2 минутки отправлю в духовку к лососю, чтобы они вместе дошли одновременно. Ну, вот так это происходит. Так, ну вот, друзья, все готово. Начинаю подачу. С супругой я не стал спорить, кому что достанется. Я решил эту проблему простому. Иначе себе дороже будет. Я сделаю проще. А именно вот так. Чтобы никому не было обидно. Разделю все по-братски. Так, картофельного пюре. Ну, и форели. Приятного аппетита. Я, наверное, вас уже задрал своей рыбой, но что поделать. Скоро весна закончится, и летом я буду делать очень мало рыбы. Так что, те, кому это видео понравилось, пишите ваши комментарии. Ну, проявите себя хоть как-нибудь. Поставьте хотя бы плюсик. А я на этом с вами прощаюсь. И до новых видео.